Универньюз приветствует тебя, дорогой зритель. Каждый день приносит нам новые новости. О самых интересных из них прямо сейчас. С вами Аделья Шамилова и мы начинаем. Только бизнес – ничего личного, для чего КФУ готовит менеджеров мирового уровня. Университетским физикам известны подробности новейших достижений в теории гравитации. Как успеть везде? В минувшие выходные в КФУ прошли две интересные акции. Подготовка менеджеров мирового уровня по системе MBA – одно из самых востребованных направлений дополнительного образования в Казанском университете. А возможность реализации столь авторитетной программы в Татарстане – показатель международного признания. Об этом и пошла речь на втором заседании Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса КФУ. Каковы планы ближайшего развития школы – смотрите в сюжете нашего корреспондента. У Казанского университета продолжает свою работу свой Международный попечительский совет Школы бизнеса КФУ. Последнее заседание которого состоялось 27 ноября. Официально открыв мероприятие, ректор КФУ Чадгафуров представил попечителям, что же представляет Казанский федеральный сегодня. В данном университете хочу сказать, что университет очень большой. Сегодня у нас работают более 11 тысяч человек. Обучается 45 тысяч сотрудников. У нас есть и собственное производство. Но только университет в СССР работает еще 44. Но он университет в предприятиях. Повестка дня заседания включила в себя результаты деятельности Высшей школы бизнеса КФУ. Развитие бизнес-программ, международный опыт данного подразделения, активизацию деятельности выпускников школы, а также ближайшие мероприятия. Далее попечители обсудили ряд вопросов, касающихся программ, включающих в себя и тренд глобального масштаба, известный миру как цифровая экономика. Цифровая экономика подразумевает как минимум 4 составляющих. Это не просто отцифровка всего того, что мы держим. Это ответ на те вызовы, которые дает наш бизнес. Поэтому я хотел, чтобы мы с вами разработали проекты, которые начали реализовывать, которые отвечали востребованности тех или иных посредственных сегментов экономики и отраслей. Отметим, когда-то вся история школы была начата с простой программы MBA. Благодаря которой дан старт работе структурному подразделению, уже известной как бизнес-школа КФУ. Она имеет свой бюджет и отработанную систему управления. Продолжая встречу, ректор Казанского университета выразил надежду на скорейшее и успешное развитие высшей школы экономики КФУ и предположил направление вектора развития данного подразделения. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. С визитом в КФУ прибыл представитель проекта Erasmus+. Чем интересна работа данного проекта, удалось выяснить Артему Тупичкину. Казанский федеральный университет посетил представитель программы Erasmus+. Проект Европейского союза направлен на поддержку сотрудничества в области высшего образования и профессионального обучения между университетами мира. Гостя университета встретил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. Главная задача программы поддерживать двустороннюю мобильность студентов и преподавателей. На встрече были обсуждены возможности обмена между КФУ и университетами Европы. Ваш университет уникален, поскольку это действительно миссия такого центра евразиатского и евразийского центра и исследования и образования. Поэтому здесь могут быть очень интересные возможности для проектов, где и Европа, и Азия будут работать вместе. В рамках проекта Erasmus+, Казанский федеральный университет сотрудничает с вузами Германии, Испании, Финляндии, Латвии, Болгарии и Словакии. Так студенты КФУ могут отправиться в один из них на обучение. Артем Тупичкин, Ленарда Влитяров, Универньюз. Более тысячи человек приняли участие в международной акции «Географический диктант» на площадке Казанского федерального. Больше всего среди участников было студентов и школьников, пожелавшие проверить свои знания по географии. Похожее мероприятие состоялось в резиденции креативных индустрий штаб. Здесь акция «Татарча диктант» успешно привлекла внимание младежи. На различных площадках все желающие написали отрывок из татарской повести. Дальнейшие подробности расскажет Анна Глазунова. 25 ноября в Казани прошла образовательная акция «Татарча диктант». Акция направлена на повышение интереса грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверку орфографических и грамматических ошибок. Она призвана развить культуру грамотного письма на татарском языке. «Татарча диктант» прошел в девяти странах и двадцати регионах России. Написать диктант можно было на различных площадках, одной из которых стала резиденция креативных индустрий штаб. В штабе мы сегодня проводим школу «Фабрика мыслей», посвященной будущему татарской школе. Поэтому мы решили, что начать с такой акции тоже будет хорошо. В принципе, это располагает, потому что диктант не классический, а это самопроверка в первую очередь. Поэтому свободное пространство, свободное написание, мне кажется, идеальное сочетание. Участники написали отрывок из повести татарского писателя Аяза Гелязова в пятницу вечером. Текст диктанта прочли заслуженные деятели искусств и культуры татарские писатели и ведущие. В резиденции креативных индустрий штаб текст прочла ПТС и Елды Сминулина. Мне кажется, диктант, это же не только самопроверка, это еще и обогащение собственной лексики. И мне кажется, Аяз Гелязов для этого очень хорошо подходит. Придется столкнуться с лексикой деревенской, для города не присущей, поэтому много новых слов. Результаты диктанта по татарскому языку будут проверять профессора и доктора филологических наук. Через месяц участники узнают свои результаты и получат сертификаты. Анна Глазнова, Роман Самарин, Универньюз. Третья международная зимняя школа-семинар Петровские чтения 2017 начала свою работу. Подробности с церемонии открытия расскажет Олег Кашин. 27 ноября на базе Института физики Казанского федерального университета стартовала третья международная школа-семинар Петровские чтения. Лейтмотив конференции – гравитация и космология. Задача школы – приобщение молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развитию международных научных контактов. Цель любой конференции – это все-таки собрать единомышленников всех вместе. Но поскольку наша конференция называется школой-семинаром, то здесь, конечно, дополнительная цель – это вовлечение молодых. Это одна из важнейших целей для того, чтобы научные традиции передавались и распространялись. Чтения названы в честь профессора Казанского университета Алексея Петрова, который сделал ряд важных открытий в области современной теории гравитации, а школа-семинар проходит ежегодно с 1987 года. Участниками зимней школы-семинара станут ученые США, Германии, Франции и многих других стран, а закончатся мероприятие 2 декабря. Оля Кашин, Роман Самарин, Универньюз. На базе КФУ в преддверии дня рождения великого математика состоялась 16-я младежная школа-конференции «Лобачевские чтения». О том, как это было, расскажет Диана Шилова. 25 ноября на базе Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета в преддверии дня рождения великого математика прошла школа-конференция «Лобачевские чтения». В последнее время чрезвычайно актуальным является проблема привлечения талантливой молодежи к фундаментальным научным исследованиям. С этой целью Казанский университет регулярно проводит молодежные школы-конференции «Лобачевские чтения». Люди, остающиеся в науке, они ориентированы на то, чтобы заниматься научной работой. И молодежь, молодые научные сотрудники должны защитить диссертацию. Давным-давно эта школа была задумана как помощь, потому что результаты диссертации должны быть опробированы и доложены на научных конференциях. Программа школы-конференции включает в себя лекции ведущих российских ученых и доклады участников конференции. Для участия в школе-конференции были приглашены молодые преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, магистры, студенты, старшекурсники. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универ-Ньюс. Спортивный праздник состоялся в Альма-Матер. Чем он запомнится, смотрите прямо сейчас. Товарищеский матч по волейболу между преподавателями и студентами прошел в спортивном комплексе «Бустан». Мероприятие приурочено дню рождения у Казанского федерального университета. Команды представляли лучшие игроки профессорско-преподавательского состава, а также студенты и аспиранты Института математики и информационных технологий КФУ. Приятно, что мы формируем и культуру болельщиков, студентов привлекаем к болению на трибунах за свои институты, за свои факультеты. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и оставаться с нами на одной волне. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok